дорогие друзья с вами снова елена и наша рубрика и величество кухня есть такое понятие как маринованные фрукты для чего они вообще придуманы едят вы наверняка были в дорогих ресторанах там положено гарнировать мясные стейки и прочие блюда из мяса и рыбы маринованными фруктами это считается хорошим тоном считается прекрасным и деликатным изысканным гарниром но почему бы нам самим не сделать себе этот гарнир и не ходить за 3 земель за тем что можно взять собственный кладовод для того чтобы приготовить маринованную вишню особого как говорится умение не требуется что нужно вы раскладываете вещи без косточек можно и с косточками данном случае но напоминаю если с косточкой вы это должны употребить в год изготовления каждую банку вот вы уплотняете свои вишни с таким расчетом чтобы у вас вещи достигала плечика вашего каждый банок кладется по 3 соцветия гвоздики это сухая спиция вы наверняка знаете по приличной щепотки молотой корицы и душистый перец душистого перца на полу литровую банку нужно 3-4 зернышка вот таким образом у вас подготовлены банки со специями вот ничего премудрого в этом нету я кое-какую предварительную подготовку провела ягода у меня засыпана корица гвоздикой тоже на месте сейчас остается распределить по 3-4 зернышка душистого перца на каждую банку теперь поговорим о заливке если вы делаете большое количество вишни мне трудно будет сказать сколько вам нужно залить поэтому скажу расчет на литр будущей жидкости во первых в эту заливку входит обязательно вишневый сок если таковой у вас есть у меня вишни без косточки сок возник автоматически вот он у меня находится сейчас в кастрюле но я могу вас огорчить что вишня у нас особенно в дождливые годы имеют сопутствующие товары видимо мелкого белого червяка которые консервы не украсит поэтому для того чтобы избежать этого вредителя проделайте как я у меня здесь в чайник с очень мелким ситом вы берете это сито или любой ситечка для чая не имеет значение процеживаете свой сок которым наши товарищи находятся они нам не товарищи поэтому мы их сейчас ликвидируем и так вот у меня этот сок процежен все что мне не нужно осталось на дне моего ситечка ситечка должно быть максимально мелкая иначе от этой процедуры никакого толка не будет теперь нам надо перемерить сколько у нас сока с вами сколько у вас не получилось сока до грамм в стакан не имеет значения расчет у нас будет идти с вами на литр жидкости для того чтобы создать маринад вам нужен литр жидкости вот сколько бы не было у вас сока остальное доливайте водой если вы пользуетесь вишней с косточкой сока у вас вообще может не оказаться тогда вам потребуется литр жидкости просто обыкновенной воды на базе которой мы и сделаем маринад у меня же слава богу таковое есть как вы видите сейчас до литра мне надо добавить вот видите я до литра добавила жидкость у меня все готово для того чтобы делать маринад жидкость переливаем в емкость которой вы имеем кипятить на литра жидкости вам потребуется 3 4 2 3 стакана уксуса 9 процентного ну вот мысленно разделите стакан на три части и две из них не доливая чуть-чуть вот вот это две трети с уксуса и сахара надо брать 700 грамм поэтому уксусный пока в жидкость доливать не будет поскольку уксус не терпит термической обработки если мы его проварим и уменьшим его концентрацию поэтому уксус мы добавим в самом конце а сейчас мне в эту жидкость надо добавить 700 грамм сахара у меня очень удобные мерные стаканы я ведь в общем не первый раз не первый день консервирую поэтому такие мерки обязательно должны быть иначе беда значит так сахар мы засыпали теперь мы должны с вами сахар перемешать с нашим соком мне такое количество жидкости не потребуется меня конечно пойдет в эти банки гораздо меньше жидкости но я оставлю этот подготовленный сироп вполне уместен например для маринования того же самого крыжовника или еще дополнительно сольете порцию вишен и закройте поэтому пожалуйста если у вас излишки рассол остались если их достаточно много просто храните в холодильнике оттуда достанете таком сиропе можно закрыть не только вишни но например смородину крыжовник напоминаю так что можете смело пользоваться мы переходим к печи и будем доводить и наш сахарный сироп до кипели руку на закипел он интенсивно тут сахар разошелся мы ему помогли поварешкой все отлично и заливаем сюда наш уксус вы не переживайте что уксуса в рецепте очень много дело в том что банку попадет сиропа совсем совсем чуть-чуть много места занимает вишни поэтому не надо сильно расстраиваться кисло не будет будет очень все гармонично все замечательно наливаем под самый верх это очень важно кашля потому что уксус горячим нежно щекочет мои легкие если не сказать хуже не очень приятно но куда делаться все мы сейчас залили наши банки как я говорила не бы хватило половиной порции на 4 полметровые банки можно отделать сиропа на пол литра жидкости но мне ничего не пропадет я еще буду мариновать смородину так что все будет хоккей так но это еще не все дорогие мои друзья было бы все легко если было так у меня здесь остался стерилизаторе осталось вода она достаточно горячая она осталась от прежнего стерилизации джема устанавливаем а очень осторожно наши баночки на дно стерилизатора там лежит ткань нашей банки ничего не угрожает время прогревания теперь маленькие детали естественно мы накрываем все крышками можно брать даже старые использованные это не имеет значения значение здесь имеет только то что никогда не закрывайте и не делайте например вы знаете что вы будете закатывать крышкой банку не кладите ее пожалуйста стерилизатор и банки плохо прикатываются они не будут стоять лучше делайте как я запасные крышки для стерилизации сейчас мы это все поставим на огонь с момента закипания вам потребуется 5 минут после пяти минут вынимаем наши баночки и будем закатывать еще должна пройти стерилизоваться с момента закипания 5 минут и она готова для того чтобы ее закатывать переверните на крышку в крыте отделом утром верните в исходное положение ваша ресторанная заготовка виде маринованный вишни готова напоминаю все рецепты собрана на нефертити клик заходите будьте нашими гостями читайте с удовольствием с вами была елена